Этих полосатых красавцев уже можно увидеть в продаже на рынках. При их выборе стоит воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Надежнее всего покупать арбуз среднего размера, то есть весом до 12 килограммов с высохшим хвостиком. Спелая ягода всегда яркого цвета с контрастным рисунком. У нее даже пятно на боку, на котором она лежала, ярко-желтая, даже оранжевая. И лучше всего, если на этом пятне есть коричневая паутинка. А вот в давленных мест не должно быть. Это может быть признаком заболевания. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей корочкой. Если ноготь легко протыкает арбузную корку, значит арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умельно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков. Семена вызревшие черного или коричневого цвета. Дыни выбирают по тем же правилам, однако есть и небольшие различия. У спелой дыни сторона, противоположная от хвостика, должна быть немного мягкой. Если же она твердая, значит дыня незрелая. А если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. И, конечно же, от нее должен исходить аромат. Запаха нет? Тогда и покупать этот плод не стоит. В случае, если дыни или арбуз попались гнилые, не выкидывайте сразу в помойку, советуют эксперты. Отнесите обратно в магазин. Горе арбуз заменят или вернут деньги, если сохранен при покупке чек. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кисловатый запах, то ни в коем случае нельзя его есть. Это может привести к пищевому отравлению. Реализация бахчевых культур вдоль автодорог и изнеоборудованных торговых мест запрещена. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые элементы, которые содержатся в выхлопных газах автомобиля. А еще продавцам запрещается продавать арбузы и дыни частями, а также использовать безмены бытовые, медицинские или почтовые весы. Бахчевую нарезку разрешено делать только в магазинах, если есть для этого соответствующие санитарные условия и специальные витрины с охлаждением для хранения.